Правда, интересен очень многим рынкам, поэтому здесь всегда толпа. В этом поколении они сделали просто удивительный шаг. Их автомобиль может быть с двумя вариантами исполнения передней части. То есть фары могут быть закругленными, бампер тоже чуть-чуть другим. И, как я видела по картинке, это визуально очень сильно меняет машину. То есть машина с круглыми фарами становится в чем-то похожа на те первые ленд-крусеры, которые появились гораздо более полувека назад. По-моему, 1958 год. Это время появления, дата появления первого Toyota Land Cruiser Prado. Сейчас же мы с вами видим автомобиль в комплектации непростой уже, потому что именно в простой здесь будут кругленькие фары. И я прошу прощения, у меня здесь к тому же еще и китайский оператор, который не понимает то, что я говорю. Поэтому я показываю, и она приближается. Это девушка. Очень симпатичная, кстати. То есть это у нас с вами исполнение автомобиля в комплектации, которая будет подороже. Знаете, что интересно? Помимо того, что они сделали два исполнения мордочки, они увеличили машину в длину практически на 10 сантиметров, в ширину тоже. То есть теперь это 4,92 на 2,13. И колесная база увеличилась не так значительно на 6 сантиметров, но это как бы тоже прирост. И, внимание, на мой взгляд, самое интересное для нас, для российской аудитории, то, что под капотом они оставили вот тот простейший 2,7 литра, те прадики, которые мы как раз возили и продавали на своей площадке, и которые вы с удовольствием покупали, не потому что эта машина как-то великолепно ехала, а потому что вот эта конфигурация 2,7 бензин с шестиступенчатым автоматом бесконечно надежна. И люди, покупая эту машину, знают, что 500 тысяч километров они будут ездить, и ничего не случится. И, кстати, действительно, эти машины, возможно, появятся у нас. Автосалон Лесорулец всегда в закрепленном комментарии, всегда в описании. Подписывайтесь на наш торговый телеграм-канал и на мой телеграм-канал, просто Лесорулец, где мы с вами в чатике с удовольствием болтаем, обсуждаем разные автомобильные новинки. Давайте сейчас я попробую, может быть, нам разрешат открыть подкапотное пространство. Я, конечно, думаю, что это не 2,7 литра здесь. Ну, уверенно. Но на рынок Казахстана, например, ко мне сейчас подошел молодой человек, сказал, что вроде первые машины пойдут 2,7. Хотя, кто знает. А мы-то, скорее всего, повезем как раз и 2,7. О, ничего себе, мне освобождают место. Это просто фантастика, как мне повезло, ребята, потому что здесь обычно стоит просто огромная очередь для того, чтобы сесть внутрь. Но смотрите, внутри, значит, здесь бывает даже исполнение тканевое. Ну, то, что мы называем по-простому автоторговцы – тряпка. Короче, Prada, новый, новый Prada, представляете, оставили с тканевым салоном, то есть очень простой версии. При этом они не экономят на безопасности. По безопасности здесь сразу будут, например, электронные помощники, которые мы видим на руле, будет адаптивный свет. Ну, по крайней мере, если под Россию не сделают, вернее, под Казахстан уже в данном случае, не сделают какие-то специальные, более упрощенные комплектации, ну, ради экономии. Далее, по материалам. Видите, даже вот такая вот машина, которая не простая, а уже продвинутая, она вот здесь вот простовата. Руль тоже простой, то есть здесь нарочито простые материалы. То есть сам кожзам неплох с перфорацией. Он, знаете, на самом деле даже, я думаю, что очень хорошо будет держать какие-либо повреждения там от джинсов, от ремней и так далее. При этом он не жесткий, не страшный, как у Хайлендеров, например, которые поныне стоят на конвейере с совершенно ужасным кожзамом, а более-менее это все нормально выглядит. Беспроводная зарядка, насколько я знаю, она будет даже в самой простой комплектации. С точки зрения бездорожья, здесь остались его выдающиеся возможности. Смотрите, блокировка центра, понижайка, 4H и селектор управления режимами трансмиссии. Не знаю, он сейчас у нас активирован или нет. Он активирован, но машины на китайском языке, я вообще ничего не понимаю. Вот смотрите, как выглядит приборная панель. Это уже следующая комплектация, это не базовая. И вот как выглядит центральный дисплей, не базовый. Посмотрите, вот здесь графику вы можете наблюдать. Графику вы можете наблюдать, каким образом это все выглядит. У нас это будет абсолютно точно так же, но просто язык будет либо русский, либо английский, в зависимости от того, с каких рынков мы повезем эту машину. Но суть вам ясна. То есть никакого, как любят сейчас делать те же китайцы, огромного количества сенсорных дисплеев, от полного отсутствия кнопок, очень крутая кожа, то все, пятое-десятое летит, кружится, поет. Этого нет. Toyota осталась классической. И внимание, Toyota сохранила кнопки. Они себе не изменяют. Вот, пожалуйста, двухзонный климат-контроль на кнопках, обогрев вентиляции на кнопках. Обогрев, кстати, идет сразу в базе, вентиляция это уже комплектация лучше. То есть те функции, которые являются базовыми в автомобилях, они здесь все вынесены на кнопки. Но пойдемте посмотрим, что у нас с вами есть снаружи.